Срывается дождик, дорогие друзья. Приветствую вас в Благовещенское. Мы сегодня на Кизилташском лимане. Это не Бугарская коса, но вы обратите внимание, сколько здесь народа уже стоит. Уже летают первые кайты и срывается дождь. Это, конечно, не особо радует. Людей приехало очень много на все эти места для покатушек. Интересно посмотреть сверху, что там происходит. Потому что вниз не спускаются, здесь как бы все просто. О, даже колонку притащили. Музычка должна быть. Вот такие вот обрывы случаются. Будем надеяться, что все будет хорошо. С той стороны уже очень много кайтеров. Мы сегодня начинаем последний день моего обучения. Дальше я буду просто тренироваться под присмотром. Я уже нет-нет делаю галсы. Вроде бы что-то даже получается. Ну и будем надеяться, что мы будем живы, здоровы и все будет хорошо. Вот ребята запускаются. Здесь на кайт станции те, кто съехали вниз, сделали большую ошибку. Потому что потом по грузике по этой вверх обратно не подняться. Просто где-то на отшибе людей огромное количество. Здесь, видите, поставили даже знаки, чтобы на машинах ближе не подъезжали. Иначе можно сорваться. О, еще один кайтер запускается. В общем, ждем Александра. И давайте последний урок. Ну это меж тренировками, короче, можно полазить за воздушным змеем. Прямо тащила. Главное, чтобы кайт не улетел. Это вообще самое важное. Блин, дочь, конечно, вообще не в тему. Как смешно, что это смотрится. А ну машине со стороны меня покажи. Да, сегодня у нас будет помогать Машенька. Я вам еще спасибо. Выгляжу вот так вот с ног до головы. Шортики. Не знаю, как я в них влез. Думаю, последний. Это касается хии. Схватил и поехал. То есть сегодня одежда сразу на мне. У нас два рюкзачка. В одном кайт, в другом там термос, всякая такая билиберда, доска и стульчик для Маши. Вообще на берег выходит кайтер. То есть кайт, доска и пошел. Ну и планка там, насос лежит. Собственно, и все. Друзья мои. Володей, идея такая. Но уже честно чувствую себя более уверенно. Я сейчас договорюсь, потом придем на берег и начну падать туда и сюда. Вот будет смешно. Ну дай бог, чтобы все было хорошо. Здоровимся с Александром. Добрый день, ребят. Сегодня мы с Юрием в очередной раз выходим на воду. Это будут финальные уроки, скорее всего, завершающие нашего обучения. Новость. Все кайтеры с косы голенькой съехались на спот Благовещенке, так как территорию там закрыли для кайтинга или же просто для проезда. Пока еще не выясним, то есть прецеденты были. Будем смотреть по протоколам. Что там и как происходит. Да, что там и как. Ну вот сегодня можно наблюдать тут полный аншлаг. Просто пипец. Когда мы тут занимались с Юрием один-два человека, да, сегодня, конечно, будет намного больше. Можно наблюдать и учеников, и уже профессионально катающихся райдеров. Юра сегодня окажется... Очутить себя. Да, ощутить себя как раз в этой массе. Ветер пока кажется, по крайней мере, здесь снизу, что он такой слабенький, но когда я был в прошлый раз, мне Александр сказал, что водописто вверх и прочувствует. Мы выходим в сторону от всех этих райдеров. Здесь, причем, кого только нет, даже с парусами. Мне очень бы хотелось обратиться в природоохранной прокуратуре, которая стоит на косе Голенькая. Ребят, там тракторами пляжи сносят по-братски. Возле всего и скайперы катаются. Я, конечно, против того, что тут приезжаю, там, на берег, но вопрос заключается совершенно в другом. Потому что там техника уничтожает, а здесь ребята приезжают, чтобы спортом заниматься. Как-то вот не вяжется вообще. Давай, вот здесь вот приступим. Ты на самостоятельной работе, вот, ты пришел на спот сам. Вот я буду за тобой наблюдать, а ты занимайся своими делами. У тебя есть площадка. Я сидел, попил чай и поехал домой, да? Да, да. Вообще ништяк. Не собираюсь, вчера только созванивался. У этого блогера занапы. Да. Саш. Ну и что, Игорь, как у тебя получается? В прошлом году ты начинал, да, Саша? Уже идет прогресс? Вон, ездит уже. Вон, ездит уже. Ну, галсы не длинные, потому что я еще не отпускаю его, понимаешь, на безопасном. Не-не-не, сам. Вот он спот проезжает этот от спуска до разлома вот сюда вот. До разлома он проезжает, то есть я контролирую, смотрю, чтобы он далеко там не уходил. Все по плану, видишь, единственное, перерыв был. Мы начинали в конце сезона, так как у него не было времени, в ноябре месяце. И сейчас вот перерыв был. Ну, вообще отлично. Юр, чуть, знаешь, вот сюда сместишься и вот где-то на вот этой... Чтоб на трапе. Да, на вот этой границе можно. Посмотри, откуда у нас ветер дует, потому что это не как в прошлый раз у нас был ветер. Северок, а тогда у нас северо-восток был. То есть практически ровно. То есть возьми его за ухо, за низ, за низ, за низ, да. И аккуратненько туда его заведи, туда. Вот, 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 вот так. Все хорошо. Расстраповку можешь, разматывай планку. Сколько учеников, сколько людей хочет научиться кататься на кайте. Спорт идет в массы. Наоборот, надо делать его более доступным, чтобы люди могли пользоваться. А не закрывай, да, там выезды просто. А организовать надо. Да. Есть в контакте. Бывает такое, да, что места как бы не очень много и стропы удалось размотать перед кайтом. Что мы делаем? Смотри, значит, ты их точно так же берешь, доходишь до пиктейлов, не выпускаешь из рук, идешь со стропами, заходишь, в кайт и начинаешь привязывать. Вот сразу собирай планку. Бывает, что приезжаешь и мимо прогноза мы сейчас ждем начала ветра и смотрим вдаль, так сказать. Если мы увидим первые заворачивающиеся волны, барашки, то значит ветер идет к нам. Ну, сейчас видите, из-за чего происходит такое сдерживание. Вот стоит фронт, чуть-чуть левее можете видеть, и там идет дождь. И как раз таки метеоусловия нам чуть-чуть мешают. Вот такой момент, он тоже даст тебе опыта. Мы пришли, да, ветра нет, по прогнозу ветер есть. Бывает такое, я попадал неоднократно сам. Первым делом ты должен обязательно посмотреть какое-то время, подождать до какого пика ветер раздует. То есть он может дунуть и не как по прогнозу, там 8-10, он может дунуть 15-20, а ты уже будешь стоять с накачанным кайтом, или с накачивающимся, или еще хуже с накачанным кайтом. И как раз в этот период происходит очень много неприятных ситуаций. То есть самый важный момент подождать. 15-20 минут, то есть успокоилось в метеоусловии, ты понимаешь, что наверху, что внизу. Так, кайты подняли такие-то, свой шага несколько человек уже бежит назад, потому что им много. То есть надо подождать. И потом уже вперед смело можно идти. Понял, ждем значит, ребята. Два часа прошло, ребята. Мы все в ожидании. Коксинка получается прям нереально красиво, очень мягкий свет, и у нас начинает поддувать ветер. Ну что, попробуем хотя бы на часик. Ребят, если буду плохо кататься, знайте, сегодня ветра не хватает. Возможно, он еще плотнее станет. Надеемся, здесь вы можете увидеть, что огромное количество уже кайтеров, которые суетятся, прыгают уже вовсю. Ветерок потихонечку усиливается. Мы надеемся, что успеем, хотя бы еще часочек. Потому что нам надо уезжать уже будет через час. С большим сожалению, рассчитывали сегодня на двух часов. Смотрите, вот это прыжок. Ух! Красавчик просто устоял. Ну, что? Мы на запуск. Пошел! Пошел! Ура! Пошел! А я пошел в Риман! Ну, после попытки первого Галса, я думаю, что вы все поймете, в чем, собственно, подвох сегодняшнего дня. Для меня, к большому сожалению, ветра недостаточно. Опыта пока еще мало для фулл-контроля. Кайт. Вы видите, что пытаюсь ехать. Держу баланс. Уже стою более-менее на доске. Но мне явно не хватает той силы ветра, которая присутствует. Хотя мы зашли, у меня было еще более-менее. Но с каждым Галсом становилось все меньше, меньше, меньше. Здесь я решил показать вам трафик, который вокруг нас происходит. То есть, когда первые уроки у нас проходили, мы старались уйти от всех. А здесь мы уже среди кайтеров. Потому что у меня улучшился все-таки контроль самого кайта. Ну и, в принципе, ветер не такой. Вот по пояс в воде пытаюсь ехать. Хотя и на махе, вот видите, вытягивает меня. Но не хватает даже ветра, чтобы более активно как-то махать кайтом. Хотя рядышком ребята такие более худенькие, стройненькие. На более больших кайтах, турбин их там называли, ребята. Катаются. И у них, в принципе, более-менее все получается. К сожалению, получилось как получилось. Не получилось у нас последнее занятие на крайний урок. Но это мелочи всей жизни, как говорится. Значит, приедем в следующий раз и завершим. На воскресенье вроде бы у нас прогноз хороший стоит. И мы будем спешить либо к морю, либо к лиману. Смотря где у нас там будет хорошо дуть. Шучу про море. Мне еще туда рано. Но сейчас чаечек. И давайте напоследок покажу вам эту красоту еще раз с высоты. Все-таки ребята гоняют. Сегодня Александр сказал, хороший ветер для того, чтобы пилотировать, изучать махи, старты. Но плохой ветер для того, чтобы получать галсы. Хотя вроде бы вот дует. Вроде бы он есть. Но немножко не хватает мне. То есть где-то 5-6 метров дует. Для моего веса это маловато. А то здесь вот ты стоишь, что-то уф. Просто уф. Смотрите. Мне понравились одежды вот у ребят некоторых. Например, с капюшончиком. Какие-то костюмы, часть. Шух. Старт набора. Пошел. Вот так вот. Слушайте, походу чуть-чуть... Да нет. Тут. Это сверху, мне кажется, опять, что ветер дует. Вот там в сторону ушли. И там практически не было. Хотя чуть-чуть сильнее, чем мы выходили. Ничего страшного. Обязательно дождемся того момента, когда ветер будет наш. Фантастика. Напишите обязательно, хотели бы или нет. Кстати, на всякий случай номер Александра оставлю. Здесь видео. Вдруг понадобится обучение. Не реклама, а просто от души. Потому что, как говорится, все за свои денежки. Это мечта, ребята. Она исполняется. Красота. Ребята тоже вот показательно сдувают свои кайты. Потому что, чтобы кататься, это надо вверх, вниз, вверх, вниз. Это надо очень хорошая техника, четкий контроль кайта. И то это вот, смотрите, стоит вроде бы хорошим контролем кайта и упал. Не получается подняться. Ну, люди приехали, люди хотят, люди пытаются. А кто-то просто сдувает кайты. И все. Потому что даже на 17-е не очень хорошо получается. Ух ты, какое там кресло стоит. Классно. О, напоследок. У меня еще дождь накрывает. Кстати, дождь у нас будет идти. Чтобы себе могли представить очень долго. Сегодняшнее вот сейчас начало. И закончится только завтра. Очень-очень поздно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok